Микс Ньюс Утро на Болткоме Становится более личным, потому что сейчас у нас Утро на Болткоме, еще и личное утро одновременно, потому что у нас сегодня в гостях профессор Даугавпилского университета кафедры музыки, солистка национальной оперы, лауреат национальных премий Латвии, и вообще журист, журист международного масштаба, потому что наш гость очень часто заседает в жюри, и я с удовольствием представляю вам Илону Багилу. Илон, здравствуйте. Доброе утро всем. Ну, давайте так, поскольку Илона лауреат различных премий и солистка национальной оперы, нужно было бы сразу что-то послушать, чтобы познакомить нашу аудиторию, в каком жанре, в каком ключе творит, работает, трудится Илона Багилу, так, чтобы нашей аудитории, ну, нашим слушателям было понятно, с кем сегодня мы будем общаться. Я попрошу Евгения Копеина сегодня за режиссерским пультом поставить какую-то музыкальную зарисовку. Дай Бог слепым глаза вернуть и спины выпрямить горбатым. Дай Бог быть Богом хоть чуть-чуть, но быть нельзя чуть-чуть распятым. Дай Бог не вляпаться во власть и не геройствовать подложено. И быть богатым, но не красть, конечно, если так возможно. Дай Бог быть тертым калачом, не сожраным, не чьею шайкой. Не жертвы быть не палачом, не пари нам, не попрошайкой. Дай Бог поменьше рваных ран, когда идет большая драка. Дай Бог побольше разных стран, не потеряя своей однако. Илона Багила. Сейчас мы послушали, я так понимаю, это живой концерт. Илона, расскажите, пожалуйста, что это за концерты с кем? Да, это был замечательный концерт для меня, он очень дорог, он был 10 лет назад с маэстро Раймондом Паусом, с моей любимой группой Лардов, которую я очень долгое время пела. И это была песня Раймонда Пауса, дай Бог, на слова Евгения Евтушенко. Во как! Да. А часто вообще приходится работать с Раймондом, с маэстро? Приходится, да, приходится. И я всегда очень рада, всегда очень рада этим встречам, потому что всегда это очень интересно и находиться на одной сцене с маэстро. С легендой. Огромное вообще счастье, ненормальное просто счастье. Да, я понимаю, да, с профессиональной точки зрения это действительно очень важно, себя ощущать на одной сцене с великими. Действительно так. Илона, скажите, а ввиду вот последних событий, связанных с пандемией и с карантином, скажите, как вообще проистекает жизнь в больших и оперных театрах? Вы знаете, мы уже начали очень активно работать, потому что я хочу всех пригласить. У нас будет новый состав в спектакле «Мадам Баттерфляй». Замечательная исполнительница «Мадам Баттерфляй» Дана Браманы, замечательный тенор Раймондс Браманыс, и я буду исполнять партию «Сузуки». И, вы знаете, это очень замечательная опера, которую я давно уже хотела спеть, но как-то не предоставлялась возможности. И вот сейчас, как-то мы так придумали, главный дирижер мне предложил именно спеть в этом составе, я очень рада. И поэтому мы сейчас с утра до вечера работаем вместе с режиссёром, с концертмейстерами, учим и, как говорится, входим в этот образ. Как всё-таки повлияла пандемия на высокое искусство? Надо сказать, что оперное искусство это всё-таки высокое искусство, но наверняка для достаточно ограниченного количества людей, которые понимают. Ну, я бы так не сказала. Мне кажется, что любой человек, который придёт в театр, он получит огромное удовольствие. Конечно же, да, есть люди, которые в этом понимают, разбираются и обсуждают и так далее. Но получить это большое наслаждение, наслаждаться этой музыкой, я думаю, может каждый человек... Я позволил бы себе не согласиться. Я думаю, что для восприятия классической музыки возвышенной всё-таки необходимо какое-то воспитание, опять-таки, музыкальное, потому что просто человека от сахи приведи его в большой оперный театр, он будет с недоверием наблюдать за происходящим. У меня в этом плане такой вопрос. Насколько вообще развито, ну, скажем, понимание воспитания музыкальное среди жителей Латвии, как часто приходят люди на концерты в большой, много ли собираются действительно любителей, или это люди, которые приходят... Знаете, потому что вот есть понятие салон Анны Шеррер, если помните у Толстого, когда люди собираются не посмотреть, что происходит на сцене, а показать, в каких они платьях пришли, в каких бриллиантах, кто с кем пришёл. И это своеобразная тусовка того времени. Толстой описывал тогда так называемый Инстаграм того времени. Это было модно, это было престижно. Я был вчера в опере, или сегодня я пойду в оперу, знаете. А люди, может быть, немногие даже, ну, скажем, образованные, немногие понимают это возвышенное искусство. Всё-таки это классика. Вы знаете, ну, я должна сказать, что у нас страна очень музыкально образованная, да, и поэтому у нас так много, как говорится, концертов, музыкальных представлений, театров. Посмотрите, вот только как бы открылись вот эти ворота, да, после пандемии, понемножку, понемножку мы начали уже, но залы наполнены, залы наполнены, люди истал, ну, исталка по этой музыке, да, они соскучились, соскучились, им надо действительно эту музыку, это общение с музыкантами и с актёрами. И я знаю, что во время пандемии тоже это не прекращалось. Какими-то путями или так, в меньшем составе происходили спектакли, происходили концерты, которые были по интернету, да, которые можно было слушать и даже покупать билеты, это я знаю, да, потому что это было нужно. И наша публика, она, конечно, высокомузыкально образованная, да. Всё-таки. Всё-таки, да, наша публика действительно такая. Ну, хорошо, хорошо, что вы отзываетесь о своей публике именно так. Надо сказать, что в какой-то степени, может быть, публика, ходящая в оперные театры, она пересекается с аудиторией, которая слушает радиостанцию «Болтком», поскольку радиоболтком... Да, вы знаете, я могу сказать, что я фан вашей радиостанции, и я уже многие-многие годы подряд у меня в моей машине, я много езжу на концерты и так далее, включена именно эта радиостанция, потому что музыка здесь действительно... Я помню, как Илон как-то мне позвонил и говорит, слушай, такая классная музыка, а ты не мог бы достать, вот там такие треки играют, мне нужно. Кстати, если говорить о классической музыке, о музыке, которая звучит на радиостанции «Болтком», а это в большей степени джаз-блюз, такой, может быть, фанк, что ближе к сердцу? Я так понимаю, что Илон работает... Вы же работаете и в опере, вы играете эстраду и с джазом дружите. Что для вас ближе по духу, по ощущению? Ну, вы знаете, как-то вот в последнее время, конечно, как у нас, скажем, наш ансамбль, да, «Ларда», в котором я очень долго работала, где работал мой муж, где работал замечательный пианист Лёша Хадукин, конечно, уже меньше я пою, может быть, эстраду и джазовые композиции, но мне близка, конечно, но классический джаз, конечно, так как Элла Фитт, и скоро даже будет один концерт. Вот сейчас меня пригласили в Юрмале с пианистом. Он будет называться «От классики до джаза». Он будет 6, мне кажется, ноября, да, в Юрмале, именно в Доме культуры Юрмала. И в этом, наверное, как клуб или концертный зал сейчас, потому что как клуб он не может существовать, он будет как концерт, да, там играют джазовые исполнители, и, да, я буду там выступать. Если всё-таки говорить о классике, насколько вообще классика сегодня актуальна для человека, живущего в современном мире, для чего нужно слушать классику, потому что классика всё-таки это век, если не прошлый или если не позапрошлый, то, ну, в общем, это то, что у нас ассоциируется с таким достаточно большим периодом развития человеческой цивилизации в плане культуры. И в данном случае, я так понимаю, что общество стремится вперёд, и для молодых людей ходить в оперу, слушать классическую музыку, особенно оперные концерты, сложно, даже мне сложно. Я вот не могу похвастаться, что я являюсь фаном классической музыки, особенно оперной. В оперном театре я был очень давно. Ну, может, никто не приглашает. Я уже тебя приглашаю. Да, но и в данном случае хотелось бы спросить, насколько концепт классический, концепт важен и актуален для современного человека. Потому что всё-таки концепт классики, что делали классики? Они писали красивую музыку, предполагая, что люди, услышав эту музыку, станут лучше. Это был концепт классиков. Да. Насколько это сегодня актуально для современного человека? Ну, если я посмотрю, например, с точки зрения молодых людей, я смотрю, что очень много у них электронная музыка, они там что-то наращивают, куда-то там что-то делают, такое что... Творчество. Это творчество, да, в своей мере. Но, понимаете, классика, классическая музыка, классический певец, Это певец, который на сцене без всяких микрофонов, без каких-то там нарощенных звуков, переделанных звуков и так далее. Это природа, да, которая должна воспитываться много-много лет, классически обучаться по разным методикам, у разных профессоров, у разных учителей, да. И, в конце концов, голос получается такой, какой он есть, он звучит, он как бы и разделяется там на многие, да, разделения сопранами, сопранами и так далее, да. Но это природа, это природный голос, да, который мы слышим в оперном театре. Нету ни озвучки, играет оркестр, и действительно этот голос, он прорывается через всё, да. И красота голоса, у каждого она уникальна, она уникальна, поэтому я считаю, что для души, для сердца, для каждого человека это… И, конечно, если вы приходите на классический концерт, как, например, сейчас делаем очень часто мы, я веду концерт, и я рассказываю про то, что происходит там в той или иной опере, да, для человека, который, может быть, не знает, что и как происходит, да, и почему именно вот главная героиня поёт эту арию, да. И, конечно, надо всегда… Тут вопрос вкус, наверняка, нужно было бы как-то обозначить. Вкус ведь это тоже вещь, воспитывается, да, и он воспитывается со временем, и ещё раз хотел бы вернуться к изначальной мысли о том, что если человека невоспитанного перевести просто в оперу, то он просто не поймёт, что происходит, ему не понравится, наверное. Что такое воспитание вкуса, как это происходит? Конечно же, музыкальные школы, конечно же, это всё исходит от родителей, что, например, ну, как бы, не запрещают слушать, там, например, какая-то семья, да, которая там любит, например, там, одну музыку, там, эстраду, или там, рок и так далее, но, конечно, вести в курс дела обязательно ребёнка, да. Я очень часто, мы едем со своим младшим сыном, с Раймондом, ему шесть лет, и очень часто мы просто включаем классическую музыку, и так он, как бы, ну, приучается к этой музыке. А для чего это нужно, современному человеку слушать классику? Разве не проживёт современный человек? Ну, конечно, он проживёт, конечно, проживёт, но он потеряет какую-то половинку своей, может быть, не знаю, сущности, я не знаю, мне кажется, что это так, потому что она... Я вот сейчас скажу крабольную вещь, я знаю, что сейчас многие меня очень слушатели осудят, вот, и признаться, мне не очень стыдно, мне вот, честно говоря, группа Квинна, известная группа, да, ведь она ведь тоже, это сплав сочетания классической музыки и рока, да, мне не нравится, я очень уважаю группу Квинн, она, Фредди Меркури для меня просто, это бог, но тем не менее, по концепту мне не нравится стерильность всего происходящего, то, что присутствует в музыке классической, где всё по нотам, где обязательно всё нужно, чтобы было чисто, чтобы всё вот было очень красиво, и вот эта красивость, она в моём понимании, она меня как-то отталкивает, потому что я не вижу за этим натуральности, да, всё очень украшено, преукрашено, всё такое, всё очень стерильно, вот, и для меня пропадает сущность, и поэтому мне в большей степени нравится музыка попроще, например, из трёх аккордов, это блюз, это тоже дело вкуса, ещё раз повторюсь, я так воспитан, это может быть плохо, может быть хорошо, но вот такое у меня ощущение, потому что всё-таки музыка, это искусство, а искусство, что должно делать с человеком? Пробуждать благородство чувств и помыслов наших? Да, ну, Гоша, хорошо, а вот... Ближе к микрофону, да, но в детстве ваши родители, они вам ставили классическую музыку? Да, ставили? Я не очень это дело любил, мне как-то больше Винни-Пух, вот у меня была пластинка с Винни-Пухом, там в голове моей опилки, это как бы про меня, и я слушал, конечно же, Чайковского, у меня ставили мне, у меня были все эти пластинки, и Челкунчик, и Лебединое озеро, и всё это, да, это всё в форме сказок, это всё происходило с комментариями ведущего диктора, то есть он рассказывал, что к чему, и потом шла музыка, и, конечно, эту музыку я знаю с детства, насколько это повлияло на моё понимание музыки сегодня, не знаю, я редко слушаю классическую музыку, за, наверное, большим исключением, когда что-то такое сверхордина, сверхъестественное, что происходит в этом жанре, ну и не знаю, повлияло ли это сегодня на меня, но а как вот для современного человека, особенно для молодого, да и, в общем-то, для человека, который, может быть, ещё недостаточно успел развить свой вкус, для чего нужно слушать классику? Ну, мне как бы надо развивать своё мировоззрение, знать, что, конечно же, может быть, она тебе не нравится, эта классика, но слушать эту классическую музыку и понимать, потому что мы-то должны знать всё, да, ну как бы то, что связано с музыкой, я, например, знаю, да, там и роковых исполнителей, может быть, и джазовых и так далее, но в принципе тоже в основе всего пения, да, эстрадного пения, конечно же, классическая постановка, да, классическая постановка дыхания, классическая постановка голоса, это тоже, это основа всего. Да, мы сейчас говорим о таких профессиональных моментах, насколько это важно для обогащения души человеческой, потому что, ещё раз, если возвратиться к иистотельской формулировке, искусство, всё-таки мы говорим сейчас об искусстве, должно быть идти в человеке благородство чувств и помыслов. Как, согласны, кстати, с этой формулировкой? Я согласна с этим, и может быть, человек, может быть, сейчас он немножко не понимает, но через какое-то время он именно дойдёт до этого и поймёт, насколько это красиво, насколько это необычно, да, я вот каждый раз думаю, когда я слушаю эту музыку, например, сейчас музыка поучения, я думаю, как вообще было возможно писать такую музыку, как было возможно, потому что это невероятно. Вообще считалось, что до тех пор, пока музыку не проверили геометром, гармонию не прочитали, геометром считалось, что музыка – это субстанция божественная, она вот как-то так приходит, откуда-то, и как-то так вот формирует. Я с этим согласна, я с этим согласна, потому что это необъяснимо просто, это просто необъяснимо, насколько это действительно божественное. Чтобы обладать вокальными данными, их развивать, скажите, сколько нужно выпивать вот сырых яиц перед концертом? Есть такая практика? Я не выпивала. Нет, это, наверное, я не выпивала, говорю. Это какие-то ассоциации с фильмом, где мы смотрим, где главная героиня, так яйцо. Нет, конечно же, есть какие-то там всякие, да, книфи, что мы можем, там, если у тебя там пропал голос, как, например, яйцо, смешать там с чем-то. Это правда или это? Ну, вы знаете, я не знаю, мне кажется, это, наверное, больше на уровне. Может быть, даже коньяку для разогрева связок. Ну, вы знаете, моя педагога когда-то рассказывала такую историю, что один певец, он перед каждым выходом, я не упоминала ни фамилии, ни имени, выпивал коньячка немножко, но в конце своей карьеры он очень быстро потерял голос, потому что, ну, голос начал реагировать только, как говорится, на разогрев коньяка, да, и привык голос к этому, и поэтому, наверное, надо было увеличивать дозу, ну, как это всегда бывает. Да, да, да. Хорошо. Илон, расскажите тогда, над чем работаете вы в данный момент, какие перспективы, что вообще, какие планы вот у вас? Такой традиционный вопрос, но чрезвычайно интересный. Ну, самая первая, это, конечно же, премьера в оперном театре «Мадам Баттерфляй», такая для меня премьера, премьера для главных героев, где я буду исполнять роль Сузуки, будет новая «Баттерфляй», очень замечательная, и замечательный, конечно, Пинкертон, это замечательная пара Браманисов. И сейчас будет очень интересная концертная программа, называется «Мунс Саргингель», на латкальском языке, которая пройдет во многих церквях, премьера, наверное, у нас будет в Ликсне, потом будут Прейли, потом будет Виляка, и это же, конечно же, программа будет и в Рижском соборе. Это программа латкальских композиторов, начиная от таких, как... от старейших, на латкальских композиторах, и придя уже к нашим дням, где музыка очень интересная, очень самобытная, и вместе с Арганом, и Виланчелю. Так что на латкальском языке... На латкальском языке классическая музыка. Я знаю единственного латкальского композитора по фамилии Галицкий, старший. Да, но действительно так он... Это же вы хорошо знаете. И что касается... Хорошо, тогда это как бы профессиональный такой момент. Илона, скажите, а у вас ведь наверняка есть хобби. Вы занимаетесь чем-то для души. Для души? Ну, конечно, я иногда вяжу. Так. Я все никак не могу. У меня вот такая вот есть хобби, что когда у нас идет премьера и постановка нового спектакля, ну, сейчас, конечно, пройдет «Баттерфляй», потом уже будет подготовка к спектаклю Симон Буканегра, который будет огромная премьера в нашем театре, которая никогда еще не была. И вы знаете, так момент, когда мы делаем этот спектакль, работаем с режиссером, как бы работают там главные герои, и у тебя там другая роль, ты сидишь, ждешь. И в это время ты знаешь свою роль, конечно же, ты смотришь. И у нас, у некоторых солисток есть такое хобби, мы начинаем вязать. И тогда, получается, ну, у тебя какое-то там изделие, одна солистка у нас очень хорошо вышивает, да. И тогда вот у нее, как бы, после каждого премьера, да, у нее есть изделие, где она говорит, что это изделие произошло тогда, когда делалась постановка такой-то или иной опи. Это можно ведь делать потом выставки целые. Это тоже искусство. Ну, конечно. На стыке совершенно несовместимых вещей рождается что-то новое. Да, да, да. И вещь обретает историю. Это чрезвычайно важно. Хорошо, мы вернемся к этому разговору. Я напомню, что у нас сегодня в гостях солистка национальной оперы Илона Багила. Буквально через чуть-чуть пока у нас реклама. Виа СМС верит, что капуста дарит чувство радости и позволяет каждый день превратить в праздник. Являясь одним из лидеров рынка и имея богатый опыт уже более 10 лет, с уверенностью заявляем, что больше капусты – больше радости. Мы знаем о капусте все и готовы делиться своими знаниями. Лучшие рецепты капусты ищи на via-sms.lv via-sms.lv – эластичный заем. Нам доверяют. Подготовься к школе вместе с H&M. Получи скидку 20% на все детские товары при покупке от 25 евро. Предложения действуют во всех магазинах H&M до 31 августа. Увидимся в H&M. Готовься к школе выгодно. С ЮСК. Только три дня. С пятницы по воскресенье. На мебель для дома скидка 40%. Но на постельное белье, матрасы и на матрасники скидка 50%. Скидки не распространяются на суперцену. Покупайте и на юск.лв. Личное утро. Сегодня у нас профессор Даугав Пиловского университета кафедры музыки, солистка национального опера и лауреат премии национальных Латвии. Это же журист. Журист международного масштаба. Илона Багева. Еще раз, Луна, утро доброе. Луночка, скажите, ну вот если мы говорили о вкусе, о воспитании, вкуса человека современного и образованного, то как становилось, как происходило ваше становление музыкальное? Надо сказать, что вкус и образование, они как-то связаны. Я бы даже сказал, что вкус – это в какой-то степени чистый ум человека, потому что опыт, знания, они так или иначе создают ощущение, что есть хорошо, что есть плохо. Это и есть вкус. Мы по мере взросления, влетения опыта, вкусы наши меняются. Как происходило это с вами? Как вы дошли до помостков большого, Вы знаете, становление, конечно, было очень интересным, очень интенсивным, начиная уже с шести лет. Я очень много пела и концертировала. Тогда это был Советский Союз, по Советскому Союзу, да. И очень много выступали мы в Москве на телевидении, выступали в Артеках, Орленках часто бывали, где, в принципе, попадали дети, которые с очень особыми какими-то, может быть, отметками и так далее. Это было такое очень замечательное время. Я пела в детском вокально-инструментальном ансамбле «Дауговине» руководителя Александра Рудь при «Доме пионеров», где была директор Геройда Богданова, и она всё время нас так обходила, и костюмы нам шили, и придумывали. Это было очень замечательное время. Это было советское время. Советское время, да. Я очень хорошо это вспоминаю, потому что это тоже была какая-то школа, находиться на сцене, себя подать, держать себя в форме, да, и уметь собраться в нужный момент. Сейчас по-другому, вот если сравнивать, у вас всё-таки педагог. Да, вы знаете, конечно, я своим же детям точно так же учу, да, что ты всегда должен собраться, всегда иметь формы, даже как бы ты себя не чувствовал, ты, ну, это такое, сцена – это что-то особенное, да, никого не интересует, какие у тебя проблемы дома, что с тобой происходит, и так далее. Это профессиональный момент, а я сейчас говорю о развитии личности, скажем, вот вы своих детей воспитываете, ведь не как профессионалов, а как всесторонних. А, вы думаете, именно свои детей, просто своих студентов всегда вызывают, своими детьми. Я не провожу большой грани между своими детьми и детьми, которых вы обучаете, потому что моя дочь училась у вас тоже. Да, да, да. Между прочим, есть сегодня день рождения. Я помню. Поздравляю вас. Спасибо. Да, вы знаете, ну, например, мой старший сын, он тоже очень долго занимался музыкой, он закончил музыкальную школу по классу ударных инструментов, он участвовал в многих концертах со звёздами латвийскими и так далее. Конечно, это становление было, ну, таким, может быть, трудным, но он очень музыкальный мальчик, но он пошёл в такую стезю, как биохимия, да, именно по химии ему он заинтересовался, и сейчас он учится, будет учиться уже на втором курсе в Кембриджском университете. О, как. Да. Ну, я надеюсь, что музыку, конечно же, он не бросит, он тоже сейчас пишет музыку, но, может быть, пока не для широкой публики, но, видите, как бы музыка, она, конечно, помогает. Помогает в биохимии. Я думаю, что в биохимии, да. Насколько необходимо человеку быть музыкантом в современном мире? Насколько ему необходимо ощущать вот эти вибрации музыкальные? Как это всё происходит сегодня? Я считаю, что это важно. Я думаю, что это нужно. Я вижу по своему сыну, да, как он всё время в этой учёбе, 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 но он может отойти от этого, да, не думать, может быть, о каких-то там этих своих биохимических там делах, да, а именно думать о музыке. Его как-то это немножко, наверное, обогащает. Возвышает. Возвышает, обогащает, отвлекает, отвлекает. Тоже, что немаловажно. Хорошо. Ну, тогда нужно было наверняка бы задать какой-нибудь такой ещё каверзный вопрос. Если говорить, скажем, об образовании вот этого поколения подрастающего, сейчас, знаете ли, засилие попсы. Оно повсеместно, и теперь уже с этим, в общем-то, никто не борется, не сопротивляется. Насколько классическая музыка всё-таки пытается противостоять или нет этого противостояния между популярной музыкой, низкопробной, скажем так, для массового употребления. Есть музыка всё-таки для элиты, да. Я понимаю, что классическая музыка, в частности, оперное искусство, оно ведь для немногих людей, и, как вы утверждаете, в оперный театр люди ходят, да, их много, билеты продаются, аншлаги. Конечно. Да, несмотря даже на пандемию. Несмотря на пандемию, да, и все уже, я так понимаю, что все премьеры уже распроданы, потому что, я говорю, люди соскучились. Всё-таки классическая музыка по-прежнему популярна. Конечно, она популярна. Она безумно популярна. И вы понимаете, вы, например, я не делаю грани там, эстрадные там популярные, потому что, посмотрите, сейчас, если мы смотрим там эти все таланты, шоу, да, я иногда включаю, я смотрю, насколько может быть, ну, перфектны певцы, да, которые как бы самородки, да, как они поют, насколько профессионально. Это всё уже, конечно же, всё с того времени, когда мы пели, конечно же, это всё уже поднялось на такой уровень какой-то, мне уже кажется, недосягаемый, да. Я не делаю этой грани. У меня многие мои студенты, которые у меня заканчивают, они поют и классическую музыку, я, и, конечно же, эстраду. Как у них жизнь поворачивается. Но всему, я говорю, всему, как говорится, голова, да, это классическая постановка. Если у человека, если это классическая постановка, он может, может пробовать петь и одну музыку, и вторую, и третью, и так далее, понимаете? Это для профессионалов. А для зрителей, для слушателей, я полагаю, что всё-таки искусство происходит как раз-таки в тот момент, когда зрители приходят на спектакль. И вот именно в тот момент восприятия зрителям, потому что зритель является непосредственным, Тарковский так утверждал, что без аудитории искусства нет. Если люди пришли и слушают, и в этот момент происходит обмен энергетический, то в этот момент, в эту секунду и возникает настоящее искусство, когда мурашки бегут по телу, когда люди вдохновляются чем-то, выходят из зала и потом ещё переживают эти ощущения. И плачут. Ну вот, опять-таки. Плачут. Поскольку искусство работает непосредственно апеллируя к душе человеческой. Да, к душе человеческой, конечно же. Но это для простого даже слушателя, который, может быть, не так, ну, знает там какие-то азы там всех этих… Согласны ли с формулировкой, опять-таки она известна, что искусство является зеркалом души человека. И кто-то подойдёт, увидит своё отражение, кто-то не увидит, пройдёт дальше. А кто-то увидит, расплачется. Конечно. Но это не только искусство. Это очень во многом, да, что что-то человек видит, что-то не видит. Правильно? До кого-то доходят простые слова. Музыка доходит. До кого-то нет. До кого-то что-то другое доходит. Вот стихи, например, книги, фильмы, да. У каждого это по-своему. Мы же ведь разные люди. И мир интересен в многообразии. Да, и мир этим интересен. Ну, как бы, если мы говорим про оперное искусство и вообще про оперный театр, у нас не только, например, происходят оперные спектакли, да. У нас, например, концерт, за который я получила большую музыкальную премию, это «Кантанду Эмандо». Это музыка «Астуропьяцолы», да, где в моём коллективе там играют, конечно же, все лучшие музыканты, которые оперного театра, которые играют в оркестре. И эта музыка, опять-таки, она через классический вокал, через… Мне на это есть такое преимущество, что я могу перейти и так, и так. И всё равно эта музыка, это доходит, и у нас эти спектакли происходят. Это моноспектакль, который победил многие спектакли, которые были номинированы на эту премию. Именно этот спектакль победил «Астуропьяцола» музыка. Я вспоминаю мультик из моего детства. Помните, там, Анна? «А кто украл мою морковь?» Да, да, да. «А я не брал твою морковь». Нет. У меня опера ассоциируется как раз-таки с этим мультфильмом, и надо сказать, что никакого благородства чувства помыслов тогда в детстве не возникало, кроме улыбки. Да. И мне всегда казалось странным, что мы же, если говорим о театре, да, всё-таки театр – это способность вживиться во предлагаемые обстоятельства и перевоплотиться так, чтобы человек не видел, что ты играешь, а что ты живёшь, проживаешь, и чтобы он с тобой проживал жизнь этого персонажа. Мне всегда казалось странным, что люди, выходя на сцену, начинают петь вполне неестественными для человеческого общения голосами. Мы ведь в жизни так не говорим, а в опере всё должно быть очень-очень и очень красиво. И нет ли здесь какого-то несоответствия, потому что это к реальной жизни имеет отношение опосредованное, то, что происходит на сцене в оперном театре. И опять-таки, пользуясь формулировкой Станиславского, я не верю. Ну, именно поэтому мы приходим в театр, чтобы побыть в этой атмосфере. Ну, действительно, может быть, я там не верю, но эта музыка, я думаю, вот эти… Когда ты затрагиваешь этими… Струнки души? Да, струнки души. Если они входят в резонанс? Если они входят в резонанс с тем, что происходит на сцене. Там уже очень часто, да, когда уже убили главного героя, он ещё где-то минут 10 поёт, да, ещё как бы… Что странно. Что странно, да. Конечно, это, может быть, не клеится с нашей такой повседневной жизнью, такого, наверное, не произошло бы, но это интересно, это интересно, это красиво, ты сопереживаешь этому герою, ты знаешь, что он сейчас умрёт, конечно. Всё-таки это, наверное, в большей степени процесс воспитания эстетический такой, да, я так думаю? Конечно, конечно. Ну что ж, надо было бы тогда наших слушателей ещё раз пригласить. Когда, кстати, у вас премьера состоится? Баттерфляй, бабочка. Премьера, ну такая не премьера, конечно, этот спектакль уже шёл, но премьера с новым составом, где будут петь замечательные певцы Дана Браман и Раймонд Браманес, и я буду исполнять партию Сузуки, это Мадам Баттерфляй. Спектакли состоятся 20 сентября и 23 сентября. Потом, конечно, у нас в театре будут, и сейчас совсем скоро будет, премьера Травиата тоже с новым составом, ну, к сожалению, там не пою, и совсем новая премьера такая, скажем, мы можем сказать, что в нашем театре она первый раз, потому что никогда этот спектакль не был возведён нашим театром Симон Баканегра, это, наверное, на это полугодие, а потом уже следите, следите за анонсом. Обширная жизнь, оказывается, я на самом деле не в курсе. Ну, спасибо за вот такую ликвидацию безграмотности, и хотелось бы наших радиослушателей действительно приглашать в оперный театр почаще, дабы воспитывать вкус в правильном направлении. Да, Гуша, мы вас ждём в оперном театре. Спасибо. Как только вы придумаете, как только вы созреете, я обязательно вас приглашу. Спасибо. Слушайте возвышенную музыку, слушайте классику и слушайте радиоболтком, что, в общем-то, практически одно и то же. Напомню, что сегодня у нас в гостях была солистка национальной оперы Илона Багила. Спасибо, Илона, что пришли к нам сегодня, нашли время для того, чтобы поговорить о возвышенном. Спасибо вам всем и хорошего дня.